Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о том, как найти свою любовь. Сегодня у нас жених и три невесты. Таксистка, не берущая чаевых Галина, весёлая затейница Елена и заядлая автомобилистка Надежда. А жених у нас Владимир. Давайте посмотрим. Владимир, 49 лет. Женщины всегда доставляли ему неудобства. Мама слишком активно вмешивалась в личную жизнь, официальная жена открыто изменяла, а гражданская не выказывала ни малейшего уважения. Владимир – заместитель главного врача городской клинической больницы. Обожает заниматься домашним хозяйством. Мечтает встретить старость с любимой женой и совместными детьми. Владимир не сможет жить с транжирой и лгоньей. Он ищет уверенную в себе женщину, которая готова взять лидерство в семье на себя, но при этом будет с ним ласково. Давайте встретим Владимира. Мы ждём вас. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, Владимир. Мне с вами приятно познакомиться. Я рад, что я попал на вас в передачу. А я-то как рада. Господи, пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо. Ну, такой элегантный. Да. Приятный, да. Света. Милый. Милый, да. Вы единственный ребёнок у мамы? Да. Были. А папа? Ну, папа ушёл, когда я был маленьком в возрасте. Мама замуж так не вышла? Нет, мама так и не вышла. Так и была со мной одна. А поскольку она не вышла замуж, она и была сразу в четырёх лицах. И дедушка, и бабушка, и мама, и папа. Ну, да, 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 да. Вот только... Тяготила вот эта опёка материнская? Ну, да, да. Потому что не мог вырваться совсем. А вот когда вы выросли, стали появляться девушки? Ну, она была бы вроде не против так вот общаться, общаться. Ну, контролировала, конечно. Вот что она вам говорила, вот когда вы решились с первой девушкой её познакомить? Ну, не подошла по профессии. А кем она была? Тоже медсестрой, тоже... А мама хотела, чтобы... Я хотел, чтобы сначала выучиться на врача. Вы? Да. А потом уже... А мама считала, что это будет мешать вашей учёбе? Да. И вы поняли, что у вас начинаются проблемы, да? Да, да. С женщинами. А маме объясняли, что вы взрослый парень, и в принципе... Ну, наверное, она понимала это. Армию отслужили? Да, два года. И пришли, и думали, что это изменится? Ну, да, хотелось... Женились в первый раз во сколько? 28. 28. А раньше не хотели? Ну, как-то не получалось. Не было кандидата. А мама давала чёткую установку? Или просто делала какую-то мину, когда вы знакомили её с новой девушкой? Либо просто она говорила, сынок, тебе ещё рано... Ну, она... Подожди, как это всё выражалось? Ну, она... Рано, рано, говорит. Погуляйте, познакомьтесь, узнайте. Ну, вообще, если он вырос с мамой, я думаю, у него будет очень уважение к женщине. И я знаю, что для того, чтобы вам жениться вот в первый раз, вам пришлось уехать в другой город? Да, 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 в Ленинград. Бросил институт и поехал учиться в Ленинград. В казарму опять, в военное училище. Ну, не привыкать, господи. Ну, в 26 лет опять сапоги одеть, конечно. Ну, зато от мамы уже почувствовали вольные ветры, перемены. Ну, там совсем другая ситуация была, потому что у меня был служебный роман на подстанции. То есть я простой фельдшер, а она заведующий подстанции. Вот маме бы понравилось, и как? Ну, она старше меня, конечно. Ну, и что? Так маме бы и это не понравилось. Ну, он всего добился сам в своей жизни. Это тоже много о многом говорит. Ну, в принципе, да. В общем, вы женились, у вас родился ребёнок. И потом что? Да, распределение у нас было свободное. Я возвращаюсь в Москву. Вот. И... С ребёночком? С ребёнкой, с женой, да. И мамы что? Ну, что, прописала, говорит, давайте вместе жить. Угу. Вот. Ну, жили-жили-жили. Ну, потом мамочка, конечно, начала вмешиваться в нашу жизнь. А вместе там столовались всё? Да, да. Сначала вместе, потом, конечно, пришлось разделиться. А чем была инициатива разделиться? С жены? Жена посоветовала? Ну, сначала да, да, да. А как вам кажется, а вам было под чьей опекой комфортнее? Под маминой или под жениной? Ну, не знаю. А не пытались построить баб всех? Сказать, а ну-ка стоять всем, я пока здесь мужчина. Нет. Серты закрыли, будет вот так, так и так с завтрашнего дня. Нет? Нет, нет, построить не смог. По нему видно, что он такой вот серьёзный, действительно. Не серьёзный мужчина. Но я знаю, что там потом началась вообще чёрная история, когда жена не просто изменяла. Вон, девчонки в курсе, головой мотают. Да, когда и водила. В дом, в вашу квартиру. И пришлось в милиции после 11 часов его выгонять. И когда она там в ванной с ним развлекалась, сыночка спрашивала по двери, что там мама делать. Да. Она вообще была нормальной психически? Ну... Но не выпивала, ничего? Нет, я же её устроил на работу, пожарную охрану, консерваторию. Поэтому там же проверяется всё. И что? Ну что, я подал на развод. Мы с ней развелись, разменяли эту квартиру. А мамка сказала, я тебе говорила, во, куда глаза твои глядели, да? А вы опять чувствовали вины. А сыночка с кем остался? С ней, конечно, с матерью. Ты не будешь в его тени, наоборот. Да, ты будешь как солнышко наше, жёлтенькое. Ну, а потом у вас ещё тоже был роман. Ещё страшнее. Ну, почему страшнее? Почти семь лет прожил. Познакомился с ней на работе. Женщина с двумя детьми. Мальчик и девочка были, да? Да, мальчик и девочка. И столько как родные. Внучка. И вот как вот с этой женщиной, с бабушкой расстались? Просто ушёл сам. Потому что что? Ну, понял, что не хочется с этой женщиной встретить старость и просто... И снова вернулись к маменьке? Нет, маменька уже умерла. Но сейчас живу один. Он ищет все пути, чтобы найти свою любимую. Он просто не знает, что ты здесь сидишь. Конечно. Володь, ну вот мне кажется, человек, который привык жить под кем-то, под чьим-то влиянием, под гнётом, с властным человеком, он уже в другой ситуации чувствует себя некомфортно. Вы знаете, у меня страх есть, не знаю, вы, может, меня разбедите, что и ваша новая жена может быть. У вас и пожелания такие. Женщиной властной, которая... Ну, почему? Может быть, и получится, как говорится... Но вы не пробовали, вам 49 лет, и вы ни разу не попробовали в своей жизни стукнуть кулаком по столу и сказать, «Слышь, баба, где твоё место?» Надо научиться. Да, да, да. Мне вот последняя гражданская жена говорит, ни рыба, ни мясо, вот моим родственникам. Посмотри. Лен, ну вот посмотри, это сдержанный всё-таки в эмоциях человек, да, способный благородно поступать после того, как его практически растоптали. Ну, не надо из одной крайности в другую, кажется, же скачь это плохо. Ну, жалко же, но сидит, правда, симпатичный, не пьёт, не курит. На самом деле, многие семьи держатся на властных женщинах и спокойных мягких мужчин. Ну, на властных, не на самодурках же, правильно. Конечно, вот в том-то и дело, что очень важно, чтобы вот эта властность, может быть, сила женщин, она была на пользу семье, ей и мужчине обращалась. Поэтому я бы вам желала, сильная женщина, невластная, действительно, не самодурки, не деспотичной. Вот. Сильная, но невластная. Просто модуркой меня никто не называл. Активная, но в меру. Вы ещё детей хотите, я знаю. Да. И новую жизнь. Ой, Владимир, не знаю, у вас привычка уже жить, мне кажется, одному, холостяком. Вот как бы вам сделать такую лёгкую, такую трепанацию, и все мысли, и всю прошлую жизнь из вашей головы, весь ваш опыт? Попробуйте относиться к жизни легче, и к женщинам тоже. Ничего в нас, поверьте, такого особенного, чего у вас нет, ну, кроме одного, нету. Попроще, вот как-то вот здесь сказать, там, чью руку открыла. Погуляем, а давай поженим. А прежде чем пожениться, ему погулять надо, что же он из одних рук в другие? Ой, Владимир. Считай, не жил ещё. Привычка вторая натура. Вы знаете, вот все бабоньки хотят брутальных мужчин, сейчас такое слово модное, брутальных. А забывают самое главное, хороший человек нужен. Вот вы хороший человек, более того, умный, образованный, мне очень слово нравится, трудяшка. Вот я вам буду искать хорошую женщину, она сразу видна, даже не буду характеристики давать. Вот хорошему человеку хорошая жена. Вот такую сегодня. Господи, Боже мой, а я вот женщин не могу понять. Вот правда, все-таки женщины, существа самые жестокие, самые коварные. А то они от тиранов страдают, а когда вот такие люди, это же навес золота. Господи, ну почему я замужем? Я бы вас прям со студии бы увела, честно. Всю жизнь мечтала, голубоглазые, мягкие вот так. Лариса, остановись, пока не поздно. Эх, бабы, смотрите, сейчас там в трёх комнатах, ну и у вас сегодня борьба будет. Обещаю. Да, не отдадим плохие руки? Плохие не отдадим, точно. Берите женщину, способную принимать решения быстрее, чем вы. И пускай эти решения будут всем на пользу. У него сложившиеся свои стереотипы уже жизненные. Всё, и что-то вот ломать, как-то руководить, нет. Надо как-то... Будете рука об руку идти. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днём и ночью. И оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Владимир. Идите знакомиться с твоей невестой. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, я вас видела сегодня во сне. Это очень хорошо. Очень приятно увидеть вас наяву. Вам. Спасибо большое. Спасибо. Лен, никого я не видела во сне сегодня? Нет, я во сне... Нет, нет. Нет, даже не помню, что было во сне. Нет, но... Да, мы довольно-таки такая. Ну, главное, что... Женщина вам. Здравствуйте. С кем вы пришли? Я пришла со своей группой поддержки. Это мои продвиги. Анжелика и Галина. Давайте на экран взглянем. АПЛОДИСМЕНТЫ Галина. 40 лет. По образованию партмиха. Была менеджером по продаже пластиковых окон. Сейчас работает таксистом. Мечтает о стабильном заработке. Галина долго колебалась, за кого выходить замуж. И остановила свой выбор на самом ласковом ухажере. Но он не захотел играть в одни ворота и ушел. Надеется, что сможет полюбить Владимира. АПЛОДИСМЕНТЫ У вас такая не свойственная для женщины профессия, да, водитель такси? А не боитесь, вдруг подсядет кто-нибудь, начнет приставать или плохо себя вести? Нет, есть свои секреты в такси. А просто много пассажиров, наверное, клеится. Вы такая яркая, голубоглазая, ржеволосая. Ну, бывает, конечно. Телефончики оставляет. Ну, приходится говорить, что я замужем, и муж тоже таксист, и он все слышит в рацию. Ну, значит, тоже, выливая женщина, раз таксистом работать, я думаю, что без характера там не поработаешь, да? Галина, ну вы ведь были замужем? Официально нет. Нет, а сын откуда? Ну, это был гражданский брак, мы не успели расписаться. А почему не дошло время доженитьбы? Хотелось, если свадьбу, то уже свадьбу. Ну, может, было просто расписаться, а вот уже свадьбу. Ну, вот как-то не хотелось просто расписаться, хотелось уже все красиво, а потом так получилось, что уже и даже расписываться не надо было. Нет, он очень трудолюбивый был. Ну, видимо, я очень много уделяла времени ребенку, а ему мало времени. Он нашел женщину, которая заменила меня. И сколько было ребенку? Два года, когда мы остались. А сейчас сколько? 17. И вы не входили больше замуж? Нет. Ну, были, наверное, друзья? Ну, гражданский брак еще один был, достаточно долгий, 8 лет. 8 лет, а почему гражданский? Ну, потому что, когда мы познакомились, он был официально женат, но с женой не жил. Потом он не хотел подавать на развод. Когда жена в итоге его подала на развод, развелись, я уже не хотела за него замуж. Ну, гражданский брак это никакой? А, Галин, ну вот что вы, 49 лет, Владимир, хороший человек. Ну, это я же слышала, да, мне очень понравилось все. Но у него была очень неприятная история, когда бывшая жена приводила в дом любовника. И Владимир это, конечно, подобрало. Но у вас ведь тоже была не совсем красивая история, когда вы за спиной своего возлюбленного встречались с его шефом. Ну, он был женат. Так что, как бы, ну, особо не сказать, что это измена. А, с женатыми неизмена? Ой, какая прелина. А любовник был женат, и она ему... Ой, блин, а мне кажется... То есть я была у него любовницей. Вот, меня, как бы, в гости ко мне приезжали крайне редко, да. Ну, короче, вы тоже параллели, и у вас было вот так два... Ну, было такое, да. А что это, страсти, соблазны, вот что? Ну, вы знаете, наверное, я так думаю, что вот этот роман, который длился за спиной, это уже была страсть, это была любовь. Или желание как-то продемонстрировать и встряхнуть, может быть, вот этого женатого любовника, нет? Нет, нет, нет. Скорее всего, это была действительно любовь. И потом, когда он стал о вас нелицеприятно высказываться... Я на следующий день собрала вещи и ушла. Катюшка, а вот скажите мне, пожалуйста, вы так ни разу не были замужем, то есть платья не одевали, колец не было, хочется? Ну, вообще-то да. И платье белое оденете? А смотрите, Владимир ребеночка хочет, девочку. Я, кстати, тоже девочку хочу, потому что у меня сын, я хочу девочку. А сороковник и сын взрослый? Ну, что? Наоборот, легче сын взрослый уже. В возрасте, когда рожают женщины, дети получаются умными. А вот готовы ведомы быть? Ведь это все-таки... Заблудится. У кого ведомы? У Владимира? Куда не поймут, куда забредут? Нет, я думаю, что как раз идти рука об руку, чтобы не было у нас лидера. Он же, честно говоря... Никуда не заедем там, ни налево, ни направо. Не, не. Ну, у меня вот машин-то я, как мне гаишник, когда в училище выдавал, он говорит, я тебе права дам, но за ровно не советую садиться. Правильно. С 91-го года... А будете возить? Обязательно. Она не в его вкусе. Как ты думаешь? Ей кажется так. У него не загорелись глаза. Галин, а что было с самой большой ошибкой в жизни? Вот как считаете? Ну, честно говоря, я вот считаю, что все, что я делала, была эта ошибка или это был правильный шаг. В итоге это как цепочка приводит к какому-то результату. И поэтому что-то изменить в этой цепочке, результат уже будет конечный другой. Поэтому я бы не хотела поменять. Какая умница? Какой правильный ответ? Ну, все равно жизнь научит. Уже к 40 годам люди свои ошибки стараются не повторить, подстраиваться больше уже, терпение больше уже. Покажете сюрприз, который приготовили? Да, конечно. Пожалуйста, Володечка, походите. Во время сюрприза она может взять его? Ну, может быть. Все, может быть. Может быть. По образованию я портную мышечку верхней одежды. Я хочу снять с вас мерочки. И, может быть, потом вам что-нибудь пошить. Ой, какая хитопанка! Ой, ой, ой! Хитрая какая! Вообще, посмотри, да. Боже ты, рубашку, наверное, хочет. Она же портная. Ой, это шейка, которую она будет целовать всегда. 47. 47 раз. Эти глаза? Я не могу, я смущаюсь. Мне так нравятся глаза. Это торс, который она будет с удовольствием обнимать. И это грудь, на которой она будет лежать. А вы будете перебирать ее рыжие волосы. Талия, Таль. Подожмитесь. Талия. 103. Что же вы такой серьезный-то, господи боже мой? Ты засмущала его. Ребята, мизанцы, это такая у нас критическая. Ну, будем немножко встроеннее. И плечи, плечи, плечи обязательно. Обязательно. Это просто обязательно. Боже мой, самый эротический, по-моему, у нас сюрприз, который был за все это время. Вот такая надежная. Какие у вас мужественные руки. Надежные. Ой, это какая хитрая. А что еще у него мужественное? Глазки голубые. Боже мой. Уходите, уходите, девчонки. Запомнила? Записала. Спасибо. Не растекайтесь. У нас еще впереди две невесты. АПЛОДИСМЕНТЫ О, Галя. Молодец. Какой замечательный мужчина. Татьяна, лицо попроще сделайте, пожалуйста. ПЛИС. Нет, ну хорошая женщина. Мне понравилась она, ну вот. Вы честно говорите. Ему надо поскромнее. Она ревнует. Она поняла, что ты ему понравилась. И что они тогда будут делать? Она, наверное, такая разбитная. Не боитесь дверь не открыть, потому что плесенью покроется. Нет, когда в гости к ней придете. Скромнее. Не слушайте. Не надо скромнее. Наоборот. Очень хорошая женщина. Очень клевая. Родит точно. Красавица. Как она его прямо вот так одлины. А своими комментариями это вообще было. Самый главный достаток, она умная. Да. И она приятная. А вы что скажете, Володька? Симпатичная. Идет, вступает хорошо в контакт. Галя, ты ему понравилась? Понравилась. Он так застеснялся. Подошла, у него, да, такой взгляд был. Он не ожидал увидеть такую красоту. Он просто ослеп. Ой, хорошая. Знаете, хорошая. Во-первых, труженица такая же, как и вы. Потому что это нам так кажется, как мужской коллектив. А как мужской коллектив. На мантулишь вот с этой вот баранкой-то, придешь, ног своих не чувствуешь. А кто ее заставляет за баранку-то? Да. А что, есть выбор? Да, умная и неумная, дорогая сватья. А что-то ни один мужчина ей замуж не предложил. Неправда это. Ну что это такое? Ты просто избирательна. Ты ждала своего мужчины, своего сердца. Венера в Альве в соединении с Черной Луной. Конечно, она производит впечатление соблазнительной, даже такой слегка роковой красавицы. Я думаю, что эти этапы в жизни уже пройдены. Потому что важнее соединение планеты знаки рака. Домашняя, мягкая, способна уют обеспечить мужчине. Немножко попиливать будет, попинывать немножко будет. Но мне кажется, что Владимиру это нужно. Нет, кто этого не делает. Боже мой. Что-то я не делаю. Я самая тихая жена на свете. Да? Потому что ты хитрая. Если он тебя не выберет, он очень многое потеряет. Очень многое. Такой женщины он не найдет. Новое знакомство через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы передавая поженимся, у нас приди Владимир. Идите знакомиться со второй невестой. Удачи. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Спасибо. Ну, наверное, за этим столом последнее. Мы еще обязательно посидим и вместе поужинаем, чайку попьем. И все у нас будет хорошо. Спасибо. Очень приятно. Ну, она как доченька ему. Мне кажется, да. Миленькая, маленькая девочка. Давайте посмотрим на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена, 36 лет. Заместитель бухгалтера в фирме по оптовым продажам электротоваров. Друзья называют ее ходячей энциклопедией лекарств, а сама она считает себя клоуном. Елена не могла жить с авторитарной матерью. Наспех вышла замуж за алкоголика и попала из огня в полымя. С Владимиром надеется, наконец, обрести покой и счастье. У вас тоже ситуация с Владимиром. Вы тоже были, да, под гнетом властной мамы? Ну да, то есть я как бы, да, жила с мамой. Вот я шаг вступаю, я должна обязательно, вот, как хотят родители, да. Ну, наверное, мы все так же. Одобрение, да? Одобрение. Леночка, а не пробовали бунтовать вот против воли мамы? А откуда вот этот был комплекс дурнушки? Вы очень похожи на ворлей. Я, в принципе, когда была маленькая, я была очень полненькая. То есть я была такая пышечка. То есть мне, я переживала очень, у меня были куча комплексов. То есть как же так? А вот усилием воли вы привели себя в такую форму? Да, усилием воли. То есть у меня есть цель. Я хочу быть стройной, красивой, чтобы на меня обращали мужчины внимание. И мало того, чтобы он был самый красивый голубоглазый муж рядом. И вот он появился. Появился, да. Расскажите. Я очень мечтала. То есть я была у подруги на дне рождения. Звонок в дверь, а подруга говорит, придет ко мне молодой человек. Я с ним познакомилась, вот на свадьбе гуляла, познакомилась. Ну, приходит, открывается дверь, высокий, красивый, зеленоглазый. То есть все, ну просто Аполлон. Я смотрю, у меня аж сердце. И вот он проходит мимо. Я его увидела просто. Глаза загорелись, сердце бьется. Все. Значит, смотрю, они с подругой. Ну, думаю, ну что ж, плохо. Думаю, дело мое. Ну, подруга, не могу пойти против. Ну, если так нравится парень, значит, она сегодняшний день, а мне больше не подруга. Нет, 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 нет. Там не так получалось. У подруг отнимать нельзя жениха. Это плохо. А я-то что тут? Да дальше не томим уже, господи, уже все поняли. Ну, вы все-таки вышли за него замуж. Я вышла за него замуж, да. Я вышла за него замуж. То есть он позвонил буквально. Я еще бабушке пришла, рассказываю. Я говорю, бабушка, я так понравился. Плачу. Я говорю, бабушка, не могу. Я говорю, же маме. А почему вы без него рассказали? Не были, да, такие отношения с мамой? С бабушкой, наверное, больше. Вот как-то я ей тайны какие-то доверяла. А мама занималась как бы, ну, все-таки сестренка помладше, да. Мне кажется, она в большей степени где-то занималась побольше там сестры. А мы с бабушкой как подружки. Ну, при этом мама была человеком неравнодушным, и она вас предупредила, что там плохие гены, что он из семьи алкоголиков. Да, то есть как бы, ну, там получается, да, там как бы папа выпивал. Вот, у папы тоже дед выпивал. Получается, ну, то есть как бы, получается, она меня предупредила. Но любовь все застыла глаза. Все, да. Это любовь, то есть все. Девочки многие. Так, если с мамами у них не ладится что-то... Бегом из дома. Ну, короче, вышла замуж. Вышла замуж. Всё. Вроде бы как свадьба, всё чудесно, всё замечательно, красивое белое платье, но на этом всё заканчивается. То есть, получается так, что мы пришли после свадьбы, ну и как бы первая ссора. То есть, начинаются семейные какие-то разногласия, какой-то семейный быт. Всё это уходит куда-то в сторону. Вся эта эйфория на розовые очки я сняла. Было очень обидно. Послушайте, ну разногласия в чём? Пил, денег не приносил, руки распускал. Было такое, Лариса. Но вы всё-таки забеременели через 4 года, по-моему, да? Нет, забеременела я буквально прямо перед свадьбой. То есть, у нас всё получилось как бы так, что вот Настя родилась буквально... То есть, у нас свадьба была в августе, Настя родилась в марте. Он не был счастлив, не был рад, что ребёнок родился. Нет, он очень хотел дочку, очень хотел дочку. Я думаю, он нас выберет. Самый лучший выбор. Выберет тебя, Галя. И как разорвали, вот как зажили самостоятельно, что произошло, когда? Ну, так получилось, что в моей жизни, то есть, мы развелись, да, и как бы я жила в квартире у мужа. И получилось так, что, ну, повстречался вот довольно-таки такой добрый, то, что я хотела. На фоне худого, стройного мужа. Красивого, да, харизматичного. Появился, да. Винни-Пух. Винни-Пух, очень добрый Винни-Пух, да. И богатый, и щедрый. И богатый, и щедрый. А мешало выйти из него только потому, что он был женат? Да. Не собирался разводиться? Нет. Но он такой безразлично сидит ко всему этому. Настя, а почему вы с папой живете, а не с мамой? Ну, не знаю, мне так удобнее. Удобнее территориально или психологически, не знаю, как? Может быть, там папа более обеспеченный? Не знаю, может, мужской поддержки не хватает, мужского внимания. Вам сколько лет? 15. А может, вам сойтись? Он дочка-то. Он уже живет у другой женщины. Не возвращайся, был им возлюблен. Лена, а вы сами как думаете, почему дочь ушла? Ну, вот честно, воспитывали, не захотела терпеть это воспитание? Я думаю, что там просто семья. Там семья. То есть там есть папа, там есть женщина, с которой сейчас живет мой бывший муж. А может быть, не гадать, а просто Насте задать этот вопрос? В чем удобнее-то? Почему? Ну, просто, когда от отца ушли, хотелось, ну, хотелось что-то свое, родное. Хотелось семью. Сейчас я увидела эту семью, да, он живет с женщиной. Я ее воспринимаю как, ну, чужую тетю, но что-то все-таки... Он не пьет сейчас? Нет, сейчас он не пьет. Она не смогла дать любовь дочке, поэтому дочка убежала к отцу. А к маме, которая вас крячила все эти годы без помощи папы, нет ощущений, что передаете так по-юношески? Ну, бывает такое ощущение, но все же. Ну что, все же. А маму не жалко? Мама-то совсем без семьи осталась. Жалко. А разве не было маленькой семьей вы и мама? Была. А папа с удовольствием принял вас или, ну, деваться некуда, потому что вы так захотели? Нет, он с удовольствием. Он говорит, хочешь, живи у меня. Когда захочешь, тогда я... И неужели там больше любви, внимания? У квартир-то побольше. Ведь вы же годы эти все не общались с ним? Ну, не то, что мне всегда хотелось брата. У этой женщины есть сын. Получается, он мне, ну, я не знаю, он мне заменяет брата. Какая детская жестокость. Как мне хотелось бы, мне хотелось бы, чтобы был этот, мне папа заменяет. А вы страдаете от того, что дочка ушла? Нет обиды? Страдаете? Да. Ну, вообще как-то странно, да, вот при такой ситуации дочка живет с папой. Вот действительно, чем ей удобнее? Покажите то, что вы приготовили для Владимира. Проходите. Птица счастья завтрашнего дня Прилетела крыльями зменя Выбери меня, выбери меня Птица счастья завтрашнего дня Сколько днёс на мне без серебра Завтра будет лучше, чем вчера Лучше, чем вчера Лучше, чем вчера Завтра будет лучше, чем вчера Где-то гитара звенит Надёжно и сердце Любовь собрани Сердце Любовь собрани А птица удачи Опять Молодцы! Практически бакарат! Вам бы ещё белые волосы, девочки, супер! Я вам желаю счастья! Вы его заслужили! Спасибо! Забирайте свою маму, идите в помощь! Спасибо! Идёмте тоже! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я тебе скажу, ты молодец! Я постерялась у меня Я думала, что у тебя вообще Коленки подкатились! Ты прям вот как начала говорить Умничка! Ну, я же тебе говорила, будет не страшно Татьяна и Татьяна, я вас слышу? Мне очень понравилась Такая откровенная И видно, что она так настрадалась И заслуживает счастья Судьба, конечно... Да, судьба, конечно, ну, можно сказать, тяжёлая Чудесная женщина Воздушная А вы всё скажите, фантастика Богата русская земля такими женщинами Одна, другая лучше Я не знаю, как он будет убирать Я сказала, ты воздушная Всё-таки понравилось Понравилось Ты не можешь не понравиться АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, женщина, да У неё судьба-то трудная, да Но как бы не получилось так, что дочка приревнует ко мне Дочка приревнуешь? Ага, дочка не приревнует Сможет ли она сразу ко мне перейти жить? Сможет! Перейдёт прямо после программы А у вас коммуналка! Ну и что? Валонечка, не рычаровывайте Зато с видом на Кутузовский проспект А, правильно, а то приживал, получается У неё, правда, двухкомнатная А у вас коммуналка А комната поменяется с этой двухкомнатной Или заживёте, конечно Я думаю, что вы могли бы найти счастье с Еленой Правда-правда Елена, к сожалению, такой Не то чтобы классический клиент-астролога А вот она тот человек, которому я бы советовала обратиться к астрологу Потому что подавленное солнце Подавленная личность Она подчиняется обстоятельствам Ещё и чувствует свою вину Бесконечно, бесконечно Ей нужно начать бороться Понять, что ограничения, которые жизнь накладывает Это иногда повод сказать нет Иногда повод для борьбы Но гороскопически это, к сожалению, не ваша женщина Вот что должна сказать Впереди у нас третья невеста И судьбоносный выбор Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся Я предлагаю вам, Владимир, встретиться с третьей невестой Удачи вам АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте Здравствуйте Я рада встрече Я тоже Спасибо Пойдите немножко Спасибо Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Вот понимаешь, мне почему-то показалось, что на первой его глазки загорелись А сейчас вот что-то он приуныл немножко С кем вы пришли? Мои сваты, мои названные родители, так говорю я АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Анатолий Севастьянович и Наталья Михайловна А почему названные родители, а свои где? У меня нету родителей, да Вот у Анатолия Севастьяновича есть приветствие для вашего телевидения, можно? Конечно Включаю телевизор Там три девицы за столом беседуют с теми, у кого был облом Обсуждают, советуют, как их в пары свести Как этим людям свое счастье найти Разговор течет плавно о любви и счастье, второстепенном и главном Человек о затаенном кому скажет едва ли А здесь, как у трех охотников на привале А когда страсти накаляются до предела Идут и опыт, и эрудиция в дело Чтоб жизнь человеческая не проходила зря За судьбы людские бьются три милые женщины, как три богатыря Ох, ёк, прям получилось Не говори Она, в общем, очень сильная Давайте посмотрим на экран и посмотрим о вашей подопечной чуть побольше Надежда, 42 года Торговый представитель в известной фирме Гордится умением водить машину и своим взрослым сыном Мечтает о муже автолюбителей Супруг Надежды изменял ей и в красках описывал свои похождения А она не верила, пока воочию не убедилась в его неверности Надеется, что Владимир никогда не променяет семью на случайные связи Обалдеть Обалдеть Это как-то он вам изменял, а потом еще рассказывал в красках извращенец Да, немножко А вы похихикивали, что ли, в этом мире? Нет, я говорила, послушай Вообще-то я говорю, такие вещи не говорят Джону Если ты делаешь, то уже сделай так, чтобы я это не знала И вы так его прям пальчиком журили, мол, нехорошо, не надо Нет, я, конечно, мужчинам чужие тайны рассказывать не перестала Очень сильно переживала и все, терпела внутри Ой, правда, смешная история И как долго терпели? Ну, я два года только жила с ним А потом застукали его? Да, я стукала А они задавались вопросом, для чего он это делает? Чтобы у вас вызвать какие-то эмоции настоящие? Ну, просто так же не будет, если он не идиот? Может быть, ревность хотел Ага, а зачем? Я как раз родила тогда уже, ребенок маленький Мне же и больше внимания я уделяла ребенку, конечно Ну, вы так и воспитаны, что вы живете ради мужчины, в общем-то, правильно? А ведь, когда он с вами познакомился, как он вам взял предложение? Сказал, я никогда в жизни не найду такую, как ты Да Поэтому давай поженимся А такую какую? Просто я очень хозяйственная была Ну, и воспитывалась, во-первых, в деревне У меня строгая верующая мама была А мама не говорила, что жена должна еще мужа уметь приструнить временами, когда он себя неверно ведет? Хоть она может Ей нужен рыцарь Наконец, копьем Взял бы Да, вот взял бы подмышку и поскакал У вас высшее юридическое образование Работаете по профессии? Нет Почему? Ну, юристам найти работу сложновато Частично в мои обязанности входит Потому что я заключаю договора там Ну, что-то, да Частично вот я выполняю Скажите, если вам понравится мужчина Ну, и было же такое после брака Да Будете первые? Глазки строить Глазки строить Пирожные ему принести на работу Обязательно Короче, склеить можете мужика? Я верю Много было таких жертв? Жертв не было А вы мужчину поактивнее хотите или поспокойнее? Я хочу интеллигентного, порядочного Вот, пожалуйста И демократичного Вот, пожалуйста А в его квартиру коммунальную пойдете жить? У меня своя есть двухкомнатная Ну, ну, мы не пришивала, у нас свое есть Пойдете? Ну, а почему бы нет? Если мужчину любишь, можно с ним хоть где? О! Да, спасибо Покажите сюрприз Покажите, пожалуйста Это мои пироги С разными желаниями И какие вы их вытащите Какое желание, вот смотрите Наверное, сбудется у вас Вот так Сейчас накормят Подмышку И уведут Ломать надо? Пирог надо ломать, нет? Можно просто вытащить А можете попробовать пирог? Откусить? Да, и откусить А, да Там монетка или что? Желание, да? Нет, желание вот Видите, как лежит А, в городе? Попробуйте Давайте И вытаскивайте Голодную Он голодный Сама пекла, честно? Да Платье красивое Спасибо А пирожки иногда я понюхаю Можно мне тоже желание? Да, конечно Сама пекла, точно Так, мне прочитать? Да А я не буду, ладно? Хорошо Нежность, внимание и любовь Это от меня Поняла, что надо ударить Ну, я же тебе говорю Ты понимаешь? Ну, нравится пирожок? Да Молодец, постаралась Спасибо Забирайте своих названных родителей Идите в свою комнату Спасибо Идемте Ну, приятно такой Очень мало о себе сказала Мне как-то трудно что-то посоветовать С таким мягким фасадом Что-то жесткое чувство Интуицию включите Вот я говорю, по интуиции Чтобы жестко стереть Скрытная, да Слово не вытянешь Мне, честно говоря, понравилось Что-то она, по-моему, не досказала нам немножко тут Боюсь, как бы не стало это напоминать Ваши предыдущие истории Неудачные Да Да, вот так вот, знаете, с улыбочкой Но будет свою линию гнуть Со страшной силой Мне кажется, вам будет с ней непросто Ну, да, да Любовь к мужчине лежит через желудок Видите, сюрприз единственный Который вот Съестный Сюрприз только ему и понравился ему Вы на старости лет чего хотите Зажигать или все-таки Как-то спокойно проживать? Спокойно Ну Вам же и нужна женщина Которая вам будет создавать Это спокойствие 42 года Очень мне понравилось Владимир хочет ребеночка Ой, ну ладно вам Ребеночка Внука будете воспитывать Что вам этот ребеночек дался? Для себя поживите Ну вот так мне все и говорят Да, поживите для себя Правильно, правильно Роза Я ей понравилась Сохи Конечно, страшная сила у телевидения Она была совершенно не собой Просто здесь Она гораздо более активная Гораздо более раскрепощенная Общительная Она и не тушевалась здесь Она не тушевалась Она скорее, знаешь Перекокетничала Заморозилась Да, перекокетничала Да, да Просто она стеснялась На камеру работать Аудитория Конечно, это трудно Мне кажется, что это та самая женщина Которая вам нужна по характеру в жизни Но вопрос рождения детей Уже 42 года И я боюсь, что если вы действительно хотите еще завести детей Она ничего не говорила про то, что ей еще хотелось бы А так, в принципе, по типажу ваша женщина Только вопрос деторождения меня волнует Татьяна и Татьяна Познакомились с тремя очень разными женщинами Но неужели ни одной не нашлось для вашего брата и друга? Нашлась Кто? Мне понравилась Елена Мне тоже очень понравился Добрый Очень такой Прямо то, что мне нравится типаж мой Такой плотненький Татьяна, а вам? Ну, честно говоря, я считаю, что он надежд Ну, как тебе жених понравился? Да, вроде бы он очень такой хороший Интеллигентный Но внешность, хотя, не мое Не для меня Но если зайдет в комнату Я думаю, что я бы вышла Я, конечно, разрываюсь между Галиной и Еленой Потому что Галина так вас измеряла И такой любви вам она додаст, подарит Будете с ней настолько комфортно себя чувствовать Потому что вы правильно нацелены на эту жизнь У вас одни интересы Пойдешь с ней? Пойдешь? Пойду, да, пойду Пойду на дачу будем ездить Капусту вместе выращивать Пирожки жарить Владимир, ну, давайте честно, да? Ну, сколько еще тут? Вот Господь Бог намерил, да? Да, да, да Ну, и честно Ты что, всех хоронишь после тридцати? Ну, а как? А как? А как по-другому-то? А как по-другому-то? Да жизнь только начинается Что же вам эти дети-то? На них же и силы Ну, уже, уже, сын-то у вас есть Хотите нянчиться Лучше, вон, внуков Вам этих детей Вы, как скажешь, дети вашего Нарожают вам внуков Дети моих детей Не мои дети, правда? Семья не может быть без детей Я вот так считаю Семья это милая Общая реальность И желание, чтобы еще женщина Не просто вас любила Вы же для себя хотите пожить Время такое наступило Нет, зачем? Хорошо, дети не отказываются Я могу для нее пожить еще Молодец Не пьете, не курите Зачем? Не отказывайте от желания Иметь детей Правильно это Пускай лучше тебя жена любит Чтоб ты для нее сыночка была И папочка была И кем угодно был И чтоб тебя она и стакан приносила И кашку варила И все, что угодно Наденька Именно самая основная Наденька Конечно, Наденька Но Как хочешь Ты, в конце концов, живешь Я разрываюсь просто между Галиной и Надеждой Астрологически Надежда подходит вам больше Но действительно, возраст И если в ее планы входит спокойно Проживать в ближайшие годы С мужчиной-партнером Я так думаю То в ваши планы действительно входят дети А какая вероятность, что он зайдет сюда? Как ты думаешь? Ну, я думаю, 80%, 85% Он, возможно, даже зайдет Галина Соблазнительная, яркая И в ней есть вот та самая доминанта За которую можно было бы выбрать И потом мама такая не лентяйка Лентяйка, да Но вот Елена Пожалуй, ее я бы отсоветовала Просто потому, что ей самой нужен мужчина Доминирующий, активный И очень решительный Запутали мы, Владимир Поэтому выбирайте между Галиной и Надеждой Но это зависит уже вот от того Кому внутренне душа лежит А я в этом выбирайте с сердцем Она вас не обманет Мы вас поддержим в любом случае Идите Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте СМС с их номером По телефону 4 четверки Евгения, 26 лет Номер 1101 Дизайнер, самостоятельная и целеустремленная Занимается йогой, живописью, фотографией Ищет мужчину для создания гармоничной семьи Кристина, 32 года Номер 1102 Бухгалтер, играет на фортепиано Занимается рукоделием И шикарно готовит Ищет мужчину с хорошими манерами И веселым нравом Мы не знаем, будет Владимир один Или с избранницей Я предлагаю всем выйти из комнаты И поддержать Владимира АПЛОДИСМЕНТЫ Какая изумительная, красивая пара Браво! Мне так приятно видеть счастливые улыбки на ваших лицах Как это здорово! Боже мой! У нас есть пара Владимир и Елена Если вы хотите оказаться на месте наших героев Заполняйте анкеты на сайте первого канала Я Лариса Бузеева Желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, пожелите Спасибо! Удачи!